МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Нам как бы все нравится, качество ремонта очень понравилось, большая площадь. Обещанного 10 лет ждали, кто помог обманутым дольщикам наконец-то въехать в новые квартиры. Мне началась информация с больницы, пришла, что она ему привозит очень сильные таблетки. Операция «Помогите Глебу». Почему отец запретил волонтерам навещать сына в больничной палате? А чаще всего приходится в таком положении находиться. Это самое интересное, конечно, положение в нашем деле. Но приходится, да, частенько, даже не в одном номере. Страховочная веревка как элемент бального костюма. Можно ли научиться танцевать вопреки всемирному тяготению? Сейчас об этих и других событиях подробно. Сегодня в Новосибирске в присутствии представителей власти официально сдали в эксплуатацию один из долгостроев. Люди ждали новоселья больше 10 лет. Фундамент дома на Новосибирской 27 заложили еще в 2004 году. Застройщик обанкротился и дольщики объединились в кооператив и продолжили возводить высотку за счет собственных средств и при поддержке администрациям Новосибирской области. Рассказывает Алия Арзаева. Новоселье семьи Одины ждало больше 10 лет. Все это время жилье приходилось снимать. Признается, когда застройщик обанкротился, руки не опустили. Объединившись с другими дольщиками, работы продолжили за свой счет. Сейчас ремонт почти окончен. В новую квартиру уже переехали. Нам как бы все нравится. Качество ремонта очень понравилось. Большая площадь. Изначально дольщики купили квартиры на полмиллиарда рублей. Но после банкротства строительной компании этих денег не хватило на завершение работ. То, что 18-этажку удалось подвезти под крышу, называют чудом. Дольщики доплачивали у нас по 7 тысяч с квадратного метра. Это составило около 90 миллионов рублей. И дефицит составлял около 300 миллионов. Его, несмотря на кризис, несмотря на трудности, которые были в последнее время в стране, строительная компания, группа компании «Стрижи» нашла возможность изъять из оборотов и помочь людям по вашему беду. В Новосибирской области действует программа по завершению долгостроев. За этот дом строительная компания получила в собственность земельный участок. По новому закону землю будут давать в аренду, с условием, что часть площадей застройщик отдаст под расселение обманутых дольщиков. Это один из самых печально известных долгостроев был. Фирма «Сумета» устроила. В 2003 году начали привлекать денежные средства. В 2006-м должны были сдать. Соответственно, на момент, когда мы зашли, здесь было порядка 16% выполнения. В прошлом году в Новосибирске области сдали 23 проблемных здания. В этом планируют 18. Новых долгостроев за последние 4 года не появилось. Завершение ждут 40 объектов. По каждому дому рассмотрим условия, тяжесть, на каком этапе найдены ли добросовестные застройщики, которые в хоре берут на себя. Поэтому, думаю, 3 года – это вполне реальный срок. Думаю, вполне реальный. Его даже можно, и все будем делать, чтобы его ухоротить. Потому что судьба людей, горе людей, если так даже можно. Поэтому будем все меры принимать. В новостройку на Новосибирской въедут больше 300 семей. Треть из них планируют встретить 1 января в собственных квартирах. Алия Арзаева, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. Из-за гололюда и обильного снега сегодня количество ДТП в Новосибирске выросло в два раза. Пробки уже днем достигли 9 баллов. Самыми загруженными магистралями в обе стороны стали улицы Ватутина, Большевистская, Кошурникова и Гоголя. Плотнее обычного наблюдалось движение по Дусе-Ковальчук, Владимировской, Никитиной и Бусинобродскому шоссе. Шестикилометровая пробка растянулась по проспекту Димитрова к мосту и далее по проезду энергетиков Станиславского. Напомню, вчера в мегаполисе была плюсовая температура. Середина декабря побила столетний температурный рекорд. В Новосибирске таял снег и шел дождь. А сегодня гололед стал причиной многочисленных мелких ДТП. Ситуация в районах области также непростая. Куйбышевские водители сегодня утром попали в пробку на коммунальном мосту. В райцентре в час пик движение перекрыла техника по уборке снега. Движение никто не регулировал. Ну а в поселках, говорят, жители грейдеров даже и не видели. Детям в школу не добраться. Мужчина собирается. Тоже это не дело. Сами откопались, чтобы где-то пройти. И все это, видать, у нас все позаметено. Поселок Дальний, говорят жители, свое название вполне оправдывает. Не потому, что расположен далеко. До Барабинска всего 6 километров. А потому, что проблем здесь много. А решать их не торопятся. И машина буксует. Которую зону проходит. Потом пустая, она не может пройти. Буксуют. Они отказываются. Ни уголь, ни кровависти. Свет выключают. У всех отопление, насосы стоят. Это же может взрыв произойти. Тоже не шутка дело. А плотим, как в городе живем. Все налоги, как в городе берут. Была предпоследняя буря. Он проехал, тут прочистил. И развернулся, и поехал. Женщины на машине догнали его. И остановили трактор. Говорят, почему не чистите? А мне что сказали, то я и сделал какую работу. Мне сказали, я такую и сделал. Подобная ситуация сегодня на большинстве улиц частного сектора и самого Барабинска. Техника работает, но справляться со снежным коллапсом непросто. У нас дежурный трактор сутками дежурит под скорую помощь. У нас снега идут через день. Мы не всегда добираемся. Даже до вот этих вот частного сектора. А успеваем только прохвести основные, где ходят автобусы и движения. Возможно, так и с дальним получилось. Поэтому до остановки дочистили, развернулись и уехали. Но у них шанс-то есть еще, чтобы к ним все... Конечно, есть. Сегодня у нас вся техника работает. Справиться со снежными проблемами на улицах коммунальщикам, возможно, помогут морозы. Дороги теперь придется не только чистить, но и бороться с гололедом. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Сегодня интернет-сообщество всколыхнуло новость о подростке, который с многочисленными ожогами находится в областной больнице. Как удалось выяснить моим коллегам, после смерти матери и повторной женитьбы отца, мальчик сбежал из семьи и скитался. В ожоговое отделение он попал после того, как самостоятельно пытался обогреть дачный дом. В больнице подростка навещали волонтеры, которые рассказали журналистам эту историю. А также тот факт, что отец мальчика запретил приближаться к сыну, обвинив волонтеров в уголовном преступлении. Сергей Толмачев выслушал обе стороны. Елена Махова навещала родственника в ожоговом отделении и случайно познакомилась с его соседом по палате, 15-летним Глебом. У него постоянно была пустая полка и бутылка из-под молока с водой из-под крана. Вот это вот был самый раз, пришла, два, пришла. Потом я у него спросила, ну и там уже выяснились подробности, что ребенок давно лежит один там, у него тяжелые ожоги, и что вообще он жил полтора года один. В разговоре с Еленой Глеб рассказал, что убежал из дома после ссоры с мальчихой. Отец пострадавшего подтверждает, сын исчез полтора года назад. Почему, не комментирует. Я убежал в августе месяце, он лето прожил со мной там, в этом доме. Я убежал, и все. 28 октября я его поймал, я говорю, поедешь домой, он, нет, я с вами не буду. Я говорю, давай тогда печку натопим, давай там. Хорошо, я утром, говорю, приеду. Утром приезжаю, его нет. Неделю ездию, его нет. Две ездию, опять нет. 19 ноября он мне звонит. Папа, у меня проблема, меня не было. Ну, дома. Я говорю, что случилось? Он говорит, я обгорел. Эта история появилась в социальных сетях. И десятки новосибирцев захотели помочь подростку. Ну, мы собрали, наверное, человек 15-20 таких вот людей, которые действительно не прошли мимо, откликнулись. Начали сразу помогать, кто денежными средствами, да, там, кто еще чем-то. Купили мальчику планшет, телефон, продуктов навезли ему. Все это было после первой операции. Однако накануне отец Глеба запретил волонтерам появляться в палате. Слово обеим сторонам. Она ему привозит очень сильные таблетки от обезболивания. Она привозит электронные сигареты, что она там может, ну, а вдруг что-то наркота или еще что-то. Мы ему якобы приносили таблетки наркотического содержания. Что вообще нонсенс. Мы все взрослые люди, у нас практически все бизнесмены, успешные люди. Такого не могло быть. Сегодня и отца, и волонтеров вызвали в Следственный комитет. Во вторник они встретятся лицом к лицу, в палате Глеба. Новости ОТС проследят за развитием событий. Сергей Толмачев, Александр Ведерников, Новости ОТС. И сегодня же в Ожоговом отделении побывала уполномоченная по правам человека в нашем регионе Любовь Зябрева. По ее словам, ситуация взята на особый контроль. После того, как Глеба выпишут из больницы, за его судьбой будут следить социальные службы. К другим темам. Новосибирская область в лидерах по исполнению майских указов главы государства. Об этом заявил сегодня полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе. Сергей Миняйло провел в мегаполисе заседание Совета руководителей регионов в списке лучших по темпам строительства детских садов, школ, жилья эконом-класса, а также по обеспечению граждан многофункциональными центрами госуслуг, Иркутская и Томская области, а также Республика Бурятия. Однократно говорил наш президент, трудности текущего этапа не должны быть основанием минимизировать задачи или снижать уровень ответственности, требовательности и контроля. Наоборот, это дополнительный стимул для дальнейшего совершенствования организации и управления, оптимизации принимаемых решений, повышения эффективности межведомственного взаимодействия, более целенаправленного бережного использования бюджетных средств. И, подчеркиваю, поиск внутренних резервов с точки зрения повышения доходной части своих бюджетов. По оценкам экспертов, стоимость квартир эконом-класса в нашем регионе снизилась на 12%. Новосибирске – один из самых высоких темпов строительства домов в стране. В мегаполисе в этом году сдадут в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилья. В то же время на балансе муниципалитета еще остается несколько десятков ветхих и аварийных домов. Сегодня власти расселяют людей за счет средств областного бюджета. Губернатор Владимир Городецкий выступил с инициативой возобновить федеральное финансирование по этой программе. Это новости ОТС, информационные итоги дня. И вот о чем расскажем сразу же после короткой рекламы. Отложенный спрос – это когда человек при обращении с рецептом в фунт отпуска не смог по каким-то причинам его получить. Но по закону у нас есть 14 рабочих дней, когда мы должны это сделать. Снято по-французски. Одна порция обошлась нам во сколько рублей? Примерно 104 рубля и 21 копейка. 104 рубля и 21 копейка. Даже если у вас нет своего железного коня, участники с удовольствием прокатят вас с ветерком. Срочно нужно ехать? Или поездка уже запланирована? Звони 355-1010 или скачай приложение Гранд Авто. Вызывай в один клик. Добирайся быстро в любую точку города. Плати наличными или картой. Доступно в App Store и Google Play. Телекомпания ОТС приглашает менеджера активных продаж. Креативность, амбициозность, клиентоориентированность, знания рынка СМИ, оклад, процент от сделки. Полный социальный пакет. 347-49-39. Приборы для сердца неуязвимые перед МРТ начали устанавливать новосибирские врачи. Первыми в России. Хирурги уже провели две операции. Вживили пациентам маленькие устройства с большими возможностями. Все подробности у Елены Мирошниченко. Сергей Слизов приехал в клинику Мишалкина из Алтая. В местной больнице мужчине поставили диагноз «сердечная недостаточность». Необходимо установить кардиовертер-дефибриллятор – устройство, которое контролирует сердечный ритм. Приехал в Новосибирск. Операцию сделали накануне в 4 часа дня. Сегодня пациент уже чувствует себя хорошо. Все как положено. Умылись, побрелись, позавтракали, уже пытались прогуляться. Какие-то ощущения есть у вас? Нет, ощущений никаких. Как обычный человек. Сегодня от сердечной недостаточности страдают миллионы людей. В основном это люди старше 50 лет. Заболевание коварное. В Европе из тысячи один человек живет с кардиовертером. В Новосибирске только в клинике Мишалкина. Почти 400 таких пациентов в год. Основная проблема у них – это нарушение сократительной способности сердца. При этом могут возникать жизнеугрожающие аритмии. И даже первая аритмия может привести их сразу к фатальному результату. Соответственно, были придуманы устройства, кардиовертеры, дефибрилляторы, которые распознают эти нарушения ритма и возвращают человека к жизни. Такие операции в клинике Мишалкина делают уже несколько лет. Сергею Слизову повезло. Ему одному из первых в России вживили прибор для сердца нового поколения, который не боится магнитно-резонансной томографии. Дело в том, что у пациентов с хронической сердечной недостаточностью обычно много сопутствующих заплеваний. И проходить обследование им нужно регулярно. Старым устройством МРТ могло навредить. Это специальные сплавы. Раньше выполнялись из таких металлов, которые при воздействии сильных магнитов могли вызывать либо смещение аппарата, либо смещение электродов. В данном случае такие сплавы, которые не подвергаются магнитному воздействию. И, соответственно, пациент совершенно безопасно может выполнить эту диагностическую исследование. На сегодня в клинике Мишалкина кардиовертеры нового поколения установили двум пациентам. Операция, как говорят хирурги, рутинная. Врачи делают небольшой разрез под ключицы и через вену к сердцу проводят специальные электроды. Кардиовертер хранится вот в такой герметичной упаковке. Вскрывать ее до операции нельзя. Посмотреть, как выглядит устройство, можно на снимке рентген. Кардиовертер, дефибриллятор помещают в грудную клетку, а вторая часть аппарата хранится у пациента дома. Если происходит сбой сердечного ритма, устройство сразу же отправляет сообщение врачу. Аппарат дорогой, производят его в США. Операцию делают бесплатно. По квоте пациента выписывают уже через два дня. А спустя месяц он может вернуться к обычному образу жизни. Елена Мирошниченко, Александр Ведерников, Новости ОТС. Юбилей отмечает Сибирский институт управления филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. За 25 лет институт стал настоящей кузницей кадров для органов государственного и муниципального управления. В УЗИ ведут образовательную и исследовательскую деятельность. Но главным достижением коллектив считает своих выпускников. 30 тысяч специалистов получили здесь высшее образование. На торжественном собрании сотрудникам института вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Надо сказать, что студенты проходят не только теоретическую подготовку, но на мой взгляд, что очень важно, это практическую подготовку. Более 200 студентов ежегодно проходят практику органов, госвласти и местного управления. И, конечно же, ваш замечательный УЗИ – это интересная, современная, дискуссионная и экспертная площадка, в рамках которой проходят круглые столы с участием международных экспертов, и российских экспертов, и наших экспертов, что, на мой взгляд, очень важно. Новосибирский технопарк – в тройке самых эффективных в России рейтинг составили аналитики Федеральной ассоциации кластеров и технопарков. Сибирский стал лучшим по вложению инвестиций в научные разработки. 31 января новым генеральным директором технопарка станет Владимир Никонов, бывший глава Ассоциации инвестиционного развития. Как новое руководство планирует развивать Центр инноваций области, узнал мой коллега Борис Киргенеков. На пресс-конференции будущий глава технопарка заявил, главное – сделать работу инновационного центра максимально прозрачной, как для населения, так и для властей. Технопарк не может решить все проблемы бизнеса и стартапов в области разом, но может стремиться к этому. Проекты, которые начали при старом руководителе, закончат. Третья башня – строительство микрорайона Горки Академпарка. Основная задача на следующий год – привлечь финансирование федеральных структур. Есть РВК, российская венчурная компания, есть Роснано, есть Сколково и другие. Но научиться готовить проекты для того, чтобы входить в эти программы – это очень сложные компетенции. Ближайшая задача – это действительно выстраивание более тесных и более продуктивных отношений с этими федеральными структурами для того, чтобы входить в программы федеральные по развитию инновационного бизнеса. Владимир Никонов заявил, уже провел ряд встреч с представителями этих организаций. Серьезная проблема резидентов технопарка – это развитие за стенами инновационной площадки. Главное – найти механизмы поддержки бизнесменов. Владимир Никонов, ранее возглавлявший агентство инвестиционного развития региона, отметил, что в будущем возможно совместное взаимодействие между технопарком и агентством, чтобы помочь резидентам найти площадки для развития бизнеса. Так, с руководством Новосибирского завода химконцентратов на нем в будущем будет создан промышленный кластер. Никонов уже обсуждает возможность размещения на площадке IT-компании технопарка. В начале 2017 года новое руководство технопарка Новосибирского академгородка представит стратегию развития областным парламентариям. Борис Киргенеков, Сергей Жданов, Новости ОТС. Родители школьников и воспитанников детского сада дали оценку образовательным учреждениям региона. В опросе приняли участие свыше 100 тысяч человек. Большинство школ получили оценку «хорошо», но каждому четвертому учреждению поставили удовлетворительно. Респондентов, которые абсолютно довольны, чуть больше 1%. Пресс-конференция проходила в виде видеоконференции с муниципальными образованиями Новосибирской области, где педагоги напрямую могли адресовать вопросы и пожелания министру образования. Действительно есть над чем работать. Сегодня задачи, которые стоят перед системой образования образовательной организации, муниципалитета, региональной системы образования и в целом федеральной системы образования, они актуальны, они действительно требуют участия общественной составляющей. И в этой связи неоценимая роль общественного совета. Продолжаем выпуск. Туберкулезный диспансер в Новосибирске получил новые томографы. У 25-й городской больницы появился современный рентгенаппарат. В Маслянинской больнице завершили капитальный ремонт отделения. В Барабинске построили новый роддом. Сегодня министр здравоохранения Новосибирской области подвел итоги работы своего ведомства в уходящем году. Премия Росздравнадзора за качество и безопасность медицинской деятельности – главная награда для здравоохранения Новосибирской области в уходящем году. Сейчас регион в числе лучших в России по предоставлению льготных лекарственных препаратов. В 2016-м помогли полутора миллионам нуждающихся. Все это стало возможным благодаря информационной системе, которая делает выдачу лекарств абсолютно прозрачной. Качественным показателем нашей работы является отложенный спрос. Это когда человек при обращении с рецептом в пункт отпуска не смог по каким-то причинам его получить. Но по закону у нас есть 14 рабочих дней, когда мы должны это сделать. В течение этого года и в прошлом году не было ни одного факта, когда бы мы нарушили этот закон. Министр озвучивает первостепенные задачи – модернизация здравоохранения, совершенствование поликлинических услуг и бесперебойное лекарственное обеспечение, строительство и оснащение оборудованием больниц в районах. Отдельный вопрос – экстренная помощь. То, что прирост по здравоохранению в следующий год есть, это точно абсолютно. Как минимум 150 миллионов рублей мы получили плюсом сегодня на дополнительное лекарственное обеспечение. В этом году в Маслянинском районе завершили капитальный ремонт первой очереди больницы. Несколько лет люди ждали новые кабинеты в кардиологическом и рентгенотделении. Вопрос решен. В 2017-м Маслянинская больница полностью будет переоборудована. В следующем году в плане сдачи больницы в Барабинске. 40 тысяч человек впервые смогут получить стационарное лечение, не выезжая в областной центр. Анатолий Харитонов, Александр Куршев, Алексей Зубила. Новости ОТС. В факультете журналистики НГУ готовится отметить 15-летний юбилей. Выпускники прошлых лет успешно работают практически на всех телеканалах и печатных изданиях региона. О представителях медиа будущего подробно Константин Бухтатов. Крупные российские города, большая часть Европы, Китай, Соединенные Штаты, Малайзия. Перечислять страны, куда переехали работать выпускники-журналисты после окончания университета можно долго. Понятно одно, на профессиональных корреспондентов и операторов есть спрос во всем мире. Владение вообще той сложившейся ситуацией, в которой человек оказался. Моментальная реакция, скажем, на новость. Умение ее интерпретировать. Преподнести не субъективно, причем, а с учетом разных точек зрения на нее. Это умение, я думаю, что это важно любому человеку, который находится в огромном потоке информации. Но выпускник нашего отделения, до недавнего времени это называлось факультет журналистики, он профессионально это делает. За 15 лет из стен университета вышли несколько сот журналистов. Еще на начальных курсах перед студентом стоит задача выбрать между телевидением, радио и печатной прессой. Но будущие профи понимают, их труд должен приносить пользу не только им одним. Задания, которые задают нам здесь, приходится ездить везде на интервью, писать эти сценарные планы, постоянно в каком-то напряжении, весь активный, постоянно ходишь. Но это нравится? Да, конечно. Я, можно сказать, преследовал эту цель, чтобы как-то развиваться в этой области. Помимо зачетов и сессий, студентов-журналистов на протяжении всего обучения ждет еще несколько, можно сказать, испытаний. Одно из них – внутрисемистровая практика, которую проходят в СМИ университета. С нее еще в начале обучения начинал Степан. Как говорит, затянуло и теперь он работает телеоператором на студенческих проектах. Мы занимаемся освещением различных событий, которые происходят в университете и деятельностью студентов, которые занимаются науках в институтах Академгородка. Наверное, самая большая специфика в том, что, скажем, локация у нас небольшая. Это в основном, конечно, институты Сибирского отделения Российской Академии Наук и университет. Вот поэтому мы, так сказать, вертимся постоянно в этой научной среде среди действующих ученых и студентов университета. Еще одна проверка боем – летняя практика. Ее проходят и на ОТС в том числе. Порой может показаться, что современное искусство обитает только в музейных залах Лондона, Парижа или Нью-Йорка. Даже самая маленькая собака может нанести большой вред человеку. Вот здесь есть поражение. Даже если у вас нет своего железного коня, участники с удовольствием прокатят вас с ветерком. Я не могу сказать, что мне нравится работать в кадре, но мне нравится сама вот эта атмосфера, что ты постоянно куда-то спешишь, что у тебя есть какой-то определенный дедлайн, чего нет в печати. Допустим, ты репортаж можешь делать какое-то продолжительное время, а здесь ты ограничен по времени, там тебе до шести часов надо сто процентов все это сдать. Постоянная спешка и стремление сдать сюжет или текст вовремя – стиль жизни современного журналиста. Студенты НГУ и отделения журналистики Гуманитарного института в частности регулярно реализуют свой творческий потенциал на телевидении Новосибирска и Новосибирской области. Один из них ваш покорный слуга, студент четвертого курса. Константин Бухтатов, Александр Егоров. Новости ОТС. В Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чеплыгина к видам летающих самолетов привыкли давно. А вот людей, которые танцуют на высоте, увидели впервые. Об участниках и зрителях вертикальных танцев Рута Келлер. Одновременно парить в воздухе и танцевать легко. Это шоу «Вертикальные танцы». Чаще всего приходится в таком положении находиться. Это самое интересное положение в нашем деле. Но приходится частенько, даже не в одном номере. В японском кимоно с веерами или в маске как ниндзя. Образы гимнастки подбирают сами. Сами ставят и концертные номера. Девочки-профессиональные танцовщицы и выполнять па на стенах было заманчиво, но рискованно. Для этого даже пришлось освоить альпинистскую технику. И жумар. Жумар – это такая штука, которую цепляешь на веревку, и по ней можно забираться наверх, а вниз он не пускает. То есть, как бы, вот так. Собственно, все. Впервые Антон увидел вертикальные танцы в Красноярске три года назад. Реализовать то же самое в Новосибирске оказалось проще простого. А экстремальные выступления разбавили легкими цирковыми номерами. Здесь вы увидите как раз вариант шоу, которое показывается, ну, скажем так, в ограниченном по высоте помещении. Летом мы работаем на стенах на уровне третьего, пятого этажа. И, естественно, там мы думаем именно о технике безопасности. А шутим уже тогда, когда спустимся вниз. Зимой стена обычного спортзала. Летом танцплощадкой выбирают любую пятиэтажку. Но на какой высоте бы девушки не танцевали, главное соблюдать правила безопасности. Рута Келлер, Александр Ведерников. Новости ОТС. Преемственность поколений на самой молодой ТЭЦ Новосибирска, пятой, провели экскурсию для ветеранов энергетики. Гостям показали современное оборудование, познакомились с технологиями нового века. Первым делом гостей экскурсии ведут в главное диспетчерское управление ТЭЦ-5. Это сердце энергоузла. Среди гостей и те, кто всю жизнь посвятил энергетике, и представители общественного комитета «Пенсионеры за достойную жизнь». Они ведут работу тепловой станции изнутри впервые. Руководство компании Сибека рассказывает о каждой мелочи в огромной системе теплоснабжения. А уже в марте на ТЭЦ-5 запустят багерную насосную станцию. Эта станция позволит нашей компании не привязываться жестко территориально к периметру станции по золоотвалам. Это очень важно, потому что город расширяется, строится вокруг Новосибирской ТЭЦ-5. И необходимо как можно дальше иметь возможность отодвинуть золоотвалы от данной территории. Инвестиции в проект составили 300 миллионов рублей. «Пятая ТЭЦ» была введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Сегодня это ее крупнейшая электростанция в области. Электрическая мощность предприятия свыше 1000 мегаватт. Я первый раз на ТЭЦ-5. И поэтому это огромнейшее устройство, где вот именно проходит водоснабжение. И все. И большое спасибо Руслану Дмитриевичу, что он нас пригласил. Конечно, за одну экскурсию о работе Новосибирской ТЭЦ не расскажешь. Уже в дружеской, неформальной беседе представители комитета пенсионеров договорились с руководством СИБЭКа в будущем проводить такие встречи регулярно. Борис Киргенеков, Евгений Агеев. Новости ОТС. Такой была информационная картина дня 16 декабря. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Областная социальная ярмарка приглашает за продуктами питания от товаропроизводителей Новосибирской области. Здравствуйте. В ближайшие дни на территории Новосибирской области придет облачная погода с небольшим снегом. 17 декабря по прогнозу Западно-Сибирского метеоагентства Новосибирский небольшой снег, слабая метель. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, порывы до 13, влажность 60%. Температура ночи минус 17, минус 19, днем минус 14, минус 16. В последующие 2 суток ожидается небольшой снег. Температура воздуха в воскресенье и понедельник днем минус 16, минус 18. На этом о погоде все. А я желаю вам всего самого доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»